Ранний подъем должникам обеспечили сотрудники МОСЭНЕРГОСБЫТА. Очередной рейд под названием «Черная метка» прошел на территории округа. На этот раз пристального внимания удостоились неплательщики, проживающие в домах по улице Кирова. Вот такую наклейку оставляем, как память. Такая броская наклейка украшает щиток должника за электроэнергию. Цель – привлечь внимание как неплательщика, так и его соседей. По словам сотрудников МОСЭНЕРГОСБЫТА, мера очень даже действенная. После таких акций люди оплачивают в течение ближайших дней, поэтому придем, наклейку снимем и подключим. В общем-то, конечно, это крайняя мера, которую нам приходится привлекать. Но только лишь наклейкой дело не ограничится. Если должник проигнорировал все уведомления и звонки с просьбой погасить долг, то он получает письменное оповещение о том, что через 20 дней ему отключат электроэнергию. Если сотрудники МОСЭНЕРГОСБЫТА лично нагрянули к должнику, никакие отговорки и обещания его уже не спасут. У вас задумано за электроэнергию. У меня, я снимаю квартиру у хозяйки. У хозяйки света не будет у вас. Сейчас будет ограничена электроэнергия у вас. А мужчина из этой квартиры поспешно ретировался, увидев сотрудников МОСЭНЕРГОСБЫТА. Но поток нецензурной лексики продолжался из-за разукрашенной двери. Задолженность за электроэнергию в размере 8 тысяч рублей мужчина объяснил тем, что свет дан ему свыше. Потому что Господь ему послал свет, а вы тьма. А Господь никогда ни за что плату не брал. В МОСЭНЕРГОСБЫТА подсчитали. Около 10% населения округа не платит за электричество. Примерно столько же не оплачивают услуги жилищно-коммунального хозяйства. Задолженность некоторых химчан за ЖКХ достигает 400 тысяч рублей. Мы сейчас планируем МОСЭНЕРГОСБЫТА и МОСЭНЕРГОСБЫТА совместно с управляющей компанией проводить уже совместные рейды по ограничению и поставки электроэнергии, и ограничению водоотведения. В ходе сегодняшнего рейда сотрудники МОСЭНЕРГОСБЫТА посетили 36 квартир. Во многих из них больше нет света. Виктория Волкова, Алексей Козеров, Служба новостей.